Привет, дорогой зритель! Меня зовут Лилия Иргашева, и вы снова на моем канале. За последнюю неделю мне поступило огромное количество сообщений с просьбой создать подборку причесок на последний звонок. И поэтому сейчас я вам покажу целых 10 свежих идей для причесок на последний звонок. Да, и кстати, эти прически подойдут на каждый день. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Первая прическа очень популярна и актуальная для школы. Это бантик из волос. Прическу начинаем с того, что оставляем прядки у лица. Далее делаем высокий хвост. Чтобы хвостик получился гладким, хорошо расчесываю волосы и фиксирую их лаком. Чтобы не было видно резинку, обматываю ее прядкой волос и закрепляю невидимкой. При помощи силиконовой резиночки делаю пучок и делю его на две равные части. Это один из самых простых способов сделать бантик из волос. Формирую бантик, закрепляю его невидимкой и шпилькой изнутри. То же самое делаю и с другой стороны. Обязательно фиксирую лаком. Оставшуюся прядь перекидываю через центр бантика и закрепляю ее изнутри шпилькой. Хвостик прячу внутри и закрепляю невидимкой. А прядки у лица завиваю. Прическу фиксирую лаком. И вот такой вот симпатичный бантик у нас получился. Вторая прическа очень проста и красива в исполнении. Делается при помощи силиконовых резиночек. Делаю два хвостика на нижнем затылке и закрепляю силиконовыми резиночками. Волосы из первого хвоста делю на две части и перекидываю через второй хвостик. Закрепляю две прядки волос в следующей пряди силиконовой резинкой. И снова делю хвостик на две части. Присоединяю эти две прядки к следующей пряди при помощи силиконовой резинки. У нас получается косичка из волос. Доплетаю ее до конца. Для того, чтобы коса получилась объемнее, я тяну ее за бока. И снова расширяю косу. Оставшийся хвостик скручиваю в жгут. Фиксирую прическу лаком и укладываю косу. Закрепляю невидимками. И наша оригинальная прическа готова. Для третьей прически мне понадобится бублик. Для начала отделяю прядку волос от хвоста и одеваю бублик на хвост. Закрепляю его невидимками. Распределяю волосы на бублике. При помощи расчески задаю направление волос. Скручиваю волосы вокруг бублика. Закрепляю изнутри шпильками. У нас должен получиться объемный пучок. По желанию можно оставить прядки у лица. Из хвостика я буду делать бантик. Беру силиконовую резинку, одеваю на хвостик и делаю пучок. Далее делю этот пучок на две части. Бантик креплю изнутри к пучку шпильками. И через центр бантика продеваю хвостик, который также креплю шпилькой. Готовую прическу фиксирую лаком. Получилась очень оригинальная прическа пучок с бантиком. Четвертая прическа будет состоять из двух симпатичных хвостиков. На мой взгляд, это одна из самых популярных причесок для школы. Я сделала зигзагообразный пробор и два высоких хвоста. Резинку прячу при помощи пряди волос. Чтобы прядка была шире, я беру еще одну часть волос и обматываю хвостик. Закрепляю невидимкой. То же самое делаю и со вторым хвостом. Накручиваю волосы на плойку. У меня плойка конусообразная, но можно накрутить и на обычную плойку. Таким образом, хвостики будут смотреться намного симпатичнее. Также накручу прядки у лица. И вот такая классная прическа у нас получилась. Пятую прическу я трансформировала. Для этого беру хвостики и накручиваю их вокруг резинки. Закрепляю при помощи шпилек. У нас должно получиться два бублика. Такая прическа сейчас очень модна. Наша прическа готова. Шестая прическа будет состоять из очень популярных элементов. Это хвостик и плетение волос. Я выделила центральную часть волос и делаю первый хвостик, который закрепляю силиконовой резинкой. Достаю прядки из хвоста, придаю ему небрежность, фиксирую лаком. Беру следующие две прядки и закрепляю их при помощи силиконовой резинки. Также придаю небрежность, вытаскиваю прядки. Как вы уже заметили, слегка небрежные прически сейчас на пике популярности. И снова беру прядку с правой и левой стороны и закрепляю ее резинкой. Вытягиваю пряди. Закрепляю еще одну прядь волос и придаю ей небрежность, вытягиваю из нее пряди. Фиксирую все лаком. Убираю хвостик. Остальные волосы забираю в хвост и закрепляю на среднем затылке. В невидимкость закрепляю косичку к хвосту. Беру прядь и обматываю ее вокруг резинки. Получилась очень стильная прическа. Седьмая прическа состоит из плетения рыбий хвост. Волосы делю на две части. Прядь с правой стороны веду в центр. Прядь с левой стороны также веду в центр. С правой стороны прядку веду в центр и делаю подхват. То же самое делаю и с левой стороны. Таким образом мы будем плести косу из двух прядей с подхватом. Косичку плетем до конца. Доплетаем косу и делим хвост на две части. С одной и с другой стороны фиксирую хвостики резинками. Беру прядку и обкручиваю вокруг резинки для того, чтобы ее спрятать. Закрепляю невидимкой. Чтобы хвостики были симпатичнее, по желанию их можно накрутить на плойку. У меня плойка конусообразная, но также можно накрутить и на обычную плойку. И вот такая прикольная прическа получилась. Восьмая прическа будет очень стильной. Волосы у меня уже накручены. Я выделила боковой пробор. Беру первую прядку и скручиваю ее в жгут. И при помощи невидимки закрепляю жгутик. Вся боковая зона у нас будет состоять из жгутов. Беру следующую прядку, накручиваю жгут и закрепляю невидимкой. И плету таким образом жгутики до конца. Накручиваю прядки у лица, фиксирую прическу лаком. И наша прическа готова. Девятая прическа будет состоять из плетения на резинках. Она очень проста и красива. Я выделила центральный пробор, который проходит через всю голову. Беру первую прядку, фиксирую ее резинкой. У нас должны получиться хвостики с правой и левой стороны. У меня их семь. Это плетение делается очень просто. Я беру первый хвостик и делю на две части. Под вторым хвостиком закрепляю прядки между собой резинкой. Убранный хвостик соединила с прядью волос. И веду под соседний хвост. Закрепляю резинкой. Тяну косу за бока. Она должна получиться у нас широкой. И снова беру прядь, делю ее пополам. У меня внизу еще есть прядочка. Соединяю их и закрепляю под соседний прядь резинкой. Вытягиваю бока косы. У нас получается двойная коса. Плиту до конца, правую и левую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Прическу мы трансформируем. Для этого беру косу с левой стороны и закрепляю ее на затылке. То же самое делаю с косой с правой стороны. Закрепляю ее под левой косой при помощи невидимок. Аккуратно распределяем косу. Оставшийся хвостик я прячу, закрепляю невидимкой. И наша последняя прическа готова. Косы всегда очень актуальны. Друзья, я очень старалась, чтобы каждая прическа была оригинальной. И я надеюсь, что они вам понравились. Напишите в комментариях, цели прически вам понравились или какие-то по отдельности и почему. Мне было бы очень приятно, если бы вы поставили лайк этому видео и поделились им со своими близкими. До скорых встреч в следующем видео. Пока-пока!